Приветствую вас. Вы знаете, я вот, ну, ваш вопрос прочитал, и вот у меня есть такое ощущение, что всё равно всё вот то, что вы описываете, возникло из-за того, что вы не смогли оправдать ожидания своих родителей, и вы, возможно, я говорю, возможно, просто считаете себя какой-то очень плохой из-за того, что не стали сильной, как вот, ну, как, не знаю, как должны были, как вот, ну, как ваши родители вам там наказывали, да, вот. Ну, как-то так это выглядит. То есть, только потому вы, только потому вы себя ненавидите, что вот есть какое-то ощущение у вас, что вы какая-то вот не такая, да, именно из-за того, что не обрадали ожиданий своих родителей, к примеру. Вот. То есть, опять же, да, я не говорю о том, что это вот сейчас, ну, что это действительно вот так есть, да, что это действительно так. Но мне кажется, что ненавидите вы себя именно потому, что вот не смогли оправдать ожидания родителей, и у вас какое-то вот понимание закрепилось, ну, понимание себя закрепилось у вас такое, что без спорта вы плохая, вы неполноценная, никчемная, никому не нужная и так далее. Вот такое ощущение создается, когда я читаю ваш текст. Вот. Вы пишите, что родители отдали меня, меня, ну, спорт, спортивную секцию. Вы-то сам ничего хотели. То есть, понимаете, какая штука у вас идет, очень сильное обесценивание себя, очень сильное обесценивание своих, ну, своих ценностей, своих желаний. Вот. С одной стороны. Но, при этом, с другой стороны, с другой же стороны, у вас идет возвеличивание того, что от вас ожидают, ну, другие люди. В данном случае ваши родители. Вот вы говорите, что я всегда была в детстве слабенькой и, как вы написали, худенькой и слабенькой. И что в этом плохого? В том, что вы были худенькой и слабенькой. То есть, такое ощущение, да, что вы сами всегда не устраивали, точнее, не устраивали, вы не устраивали своих родителей. А вы взяли на себя ответственность по реализации вот этих, этих самых ожиданий родителей. Ну, как мне видится, по крайней мере, эта ситуация. Такой мне видится эта ситуация. Дальше. Так, вы пишите, что, значит, спортом занималось пять лет, а достигли ли вы чего-то в спорте? Какая была цель занятия спортом? Нравилось ли вам? Почему вы поругались с тренером? Из-за чего, точнее, вы поругались с тренером? А из-за чего у вас после начались срывы и истерики? Вот. То есть, такое ощущение, что вместе с уходом из спорта вы потеряли что-то важное для себя. Ну, вы заедаете что-то, связанное с потерей в спорте. Понимаете? То есть, всё это проходит, как раз таки, на то, что вот то, что мне важно, я обесцениваю, то, что для меня важно, я обесцениваю, обесцениваю. А своего у меня, ну, как будто бы ничего нет. Вот именно своего. И из-за того, что у меня своего ничего нет, я не знаю, чем мне, условно говоря, заниматься дальше. Вот. Ну, это выглядит так. Вот именно, если мы берем здесь эту ситуацию, то это выглядит именно так. Вот. Это выглядит именно таким образом. И то, что вы много едите, это, ну, по факту это звучит так, что вы себя наказываете за то, что вы не оправдали того, что ждали от вас, к примеру, ваши родители. Вот. Вот так это примерно выглядит. Таким образом это примерно выглядит. Вот. Хорошо ли это для вас? Да нет, не хорошо. Ну, себя уже довели до мысли о суициде. По сути. Вот. Понимаете? То есть, опять же, вы себя продолжаете наказывать. То есть, вы себя продолжаете бочевать и обвинять. Вот. Вы говорите, что вы ненавидите себя. Вот. Хотелось бы. Хотелось бы понять, за что вы себя ненавидите. Вот что такого вы себе ненавидите. Что такого вы себе не принимаете. Вот. Конкретно. Вот конкретно, что такого вы себе не принимаете. Что порождает у вас вот это вот чувство, чувство ненависти к себе. Допустим. Вот. То есть, ну, мне кажется, мне кажется, что вот этот момент, его нужно раскрыть. Вот. Самое, что он важный, он такой, очень актуальный для вас сейчас. Вот. Ну и, соответственно, далее вы просите, просите помощи нашей. Вот. Помочь вам, как бы, безусловно, можно. Помочь вам можно и даже нужно. Вот. Но только посредством психотерапии. Вот. То есть, помочь вам можно и нужно, но только посредством психотерапии. То есть, без психотерапии, без коррекции ваших вот представлений о себе, ну, ничего не получится. Вот. И беседа, она помочь вам сейчас. А сейчас это просто очень повязанная история. Вот. Это просто гипотеза, которую, допустим, я выдвинул. Вот. Просто гипотеза. Которая может быть как хорошая, так и плохая. Как удачная, так и неудачная. К сожалению, это просто гипотеза. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. На этом все. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова